В атрибутах тёмного прошлого стремительно движемся к нему. Во времена средневековых эпидемий люди гибли от чумы или холеры. В 21 веке их выкашивает уже мышиная лихорадка. От превентивных мер защиты открестились. Вовремя не обработали территорию от грызунов. Итог. 400 человек на больничных койках с подозрением на инфекцию. А одна женщина погибла. Это способ спасти себя в духе средневекового прошлого. Не дышать, не выезжать на природу. Ещё Дарвин говорил, что обратная эволюция невозможна. Однако он просто не дожил до наших дней. Таким образом предки утерли нос великому учёному и поставили крест на здравом смысле. Мусор убрали бы отсюда. От этого вся и зараза, и крысы, и кишечные палочки. Бесхозяйственность и вредительство по отношению к людям. Апрель месяц. Почему не предприняли меры по профилактике, учитывая заснеженность зимы? Такая халатность в этом городе. Извините. Снимаем с себя всю ответственность за происходящее в кадре. Извините. Саратовцы всё больше сыты извинениями. Последнее время надругаться над правилами общественного порядка, а потом публично каяться, становится трендом. Так школьники, устроившие неприличную фотосессию на поклонном кресте, отделались извинениями в интернете. Сотни лайков подписчиков, как показатель, что, возможно, и этого достаточно. Также в топе оказался парень, надругавшийся над скульптурной композицией одноклассники. Его покаяния также заменили неотвратимость наказания. Популярные в СССР доски позора, собиравшие гораздо больше зрителей, чем почётные, теперь могут сменить стены покаяния. Это приводит к разнузданности. Сейчас тренд в интернете кается. Должно быть наказание, чтобы знали и несли ответственность. А что так можно было? Родителям их лица открыть, чтобы им стыдно за свою чадо стало. А кольцевать саратовцев на днях попытались местные архитекторы. Они мысленно нарисовали проект масштабной реконструкции от проспекта Кирова до набережной через сквер 1905 года к бульвару Нарахова. Затянутый сценарий благоустройства Большого пешеходного кольца напомнил известную трилогию. Моя прелесть. Всё, орки идут. Прощай, зелёная зона и соловьи. Старый мир сгорит, как не горнило. Леса падут под ударами топора. Установится новый порядок. Да ладно вам, хоть без стрелки в этот раз. Уже хорошо. Бейте, бейте всех. Пока не уничтожите. Не нужны нам велодорожки ценой вырубания деревьев. Мы действительно ждём этой реконструкции, но может повториться ситуация Парахова, когда там не был организован нормальный полив, и вместо газона пешеходные дорожки поливались. Я спросила про полив ещё в самом начале встречи. Мне ответили, что в ТЗ полива нет, и поэтому проектировать его не будут. К реконструкции проспекта Кирова должны приступить летом, но проект до сих пор не презентован. И если возделывать город-сад вновь будут по протоптанному пути, не поливая его при этом, вырастут сырники недовольства жителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова